Что уж сейчас руки не могут, на них не обидишься. Поработали. Ну а про дядь Сашу что? Молодой ведь был парень. Который погиб? Он во время войны же погиб? Да, он во время войны погиб, а его еще 18 лет, ему не исполнилось, его взяли. И он был командиром разведки. Приводил такие языки, командующие удивлялись. И маме писали такие благодарности, как он мог нам привести такого, в такую должность немецкую. В ум не возьмешь, как он его привел. Вот это уже я помню, как он писал все время. Командир, ну, командующий. Ну, а отец? А отец-то очень быстро, он в августе у нас ушел, а 7 ноября погиб. Он, у него операции вот эти были на животе, это они же видны. И что вышла одна тишка уже тоже над операцией. Ему сказали, как же вас сюда направили? Он говорит, а у нас некому было смотреть. А вот вы сейчас увидели, отпустите меня. А он говорит, а мы отсюда не отпускаем. Послал его вот на Урал за военным оборудованием. Оттуда они стали подъезжать к Москве, то на них немец-то рах, и все. Отец вот, вот и все, наш отец. Так и погиб, да? Так и погиб, вот. Ну, а вот брат-то, он очень много немецких языков привозил. Таких языков привозил, командующие не могли себе в ум взять, как он мог их привезти. А мамы, мамы-то благодарности за него. Вот, каждый день. А ты сама как участвовала во время, ты же еще была совсем... А я, Володя, работала в колхозе и дома, и дома вот и картошку сажать, и там... Ну, все, все трудности на мне были. И в колхозе тоже все трудности были. У меня два года восемь месяцев колхозный есть стаж. Два года восемь месяцев. Что, у тебя в пенсию входит, нет? Я не знаю, Володя, вот она входит, но не знаю, это есть, но в Собест-то я справку отдавала. Там требуют какие-то документы, как работа... Да, да, вот эту работу мне... В тылу, работа в тылу во время войны? Да. Это есть. Там два года и восемь месяцев, это у меня вот есть. А потом вот уже 1944-й и 1095-й 50 лет в санэпидстанции. 50 лет. Правда, из них пять лет я на севере. Вот это у меня брат младший наш, Михаил, он там работал и очень был дружный с нашим главврачом. И он когда приехал, няня, он меня звал, нянь, а может, ты, говорит, поедешь, вот, тебе работа, говорит, будет, и у тебя пенсии будет побольше. Я говорю, ну, ладно, пока он там вот был, я туда приехала, он мне и квартиру подготовил в бараке однокомнатную. Я жила там неплохо, и потом посылки им все время вот оттуда посылала, потому что на баре продукты были, а здесь их не было. И я им все время посылки писала. Потом, когда мама умерла, она умерла, ее надо было в воскресенье вот хоронить, а мне в понедельник только дали телеграмму. А я, нет, эй, не рассмотрела и собираюсь, а девчонки говорят, «Клада Семеновна, вы куда собираетесь? Маму-то ведь уже схоронили, а батюшки, а батюшки...» Ну, я скорее посылку собрала им с продуктами на поминки, и все. Потом уж вот приехала, на могилке сходила, помянул, и все, вот так с мамой вырастались. И так я не хоронил ее. Все понятно. Ну, вот так. Жизнь-то была ведь такая. Жизнь-то была, жизнь о нас нужна. Нет, нет, для себя не жили. Все только для государства. Жизнь-то была. Жизнь-то была не nouvelle.